Недобросовестные застройщики могут попасть в черный список. В республике участили случай нарушения графика возведения жилых домов. Эту ситуацию обсудили сегодня на утреннем совещании члены правительства. Тема продолжит Дмитрий Ковалев. На средства дольщиков в республике возводится более ста жилых домов. Но по графику работы завершает не каждый подрядчик. О переносе намеченных сроков сдачи объектов объявили сразу в шести строительных организациях. В Министерстве Чувашии осуществляется контроль за целевыми использованиями застройщиками денежных средств, уплачиваемые участниками долевого строительства по договору для строительства многоквартирных домов. За истекший период текущего года Министерством проведено 279 камеральных проверок и 2 внеплановые выездные проверки, по результатам которых подписано 66 предписаний. Возбуждено 62 административных дел. Отстающих призвали к ответу у застройщиков свои аргументы. У нас дом готов на 95%. У нас одна существенная проблема. То есть мы этот дом приобрели по аукциону. Там не было в тех заданиях, что за тех подключения мы должны коммунальным технологиям заплатить. Вот у нас такие проблемы возникли. При покупке этого объекта не было обременения о выплате коммунальным технологиям долга Честера. Сегодня коммунальные технологии с нас требуют этот долг в размере 9 миллионов. Продавайте свое собственное имущество на какой-то период времени, чтобы рассчитаться и снять этот социальный вопрос. Вы же шли на риски. Что покупали, вы знаете. Вы же в магазин, когда идете, любой товар покупаете, считаете в семейном бюджете какие финансовые средства, что покупать, по чем покупать, какого качества товара покупать. Претензии к застройщикам по закону и по заключенным договорам могут предъявить только дольщики. Но администрации муниципалитетов тоже не остаются в стороне, помогая в решении спорных вопросов. Помогаем решать серьезные проблемы по части технической, это по электроснабжению совместно. Находимся в постоянном контакте. Я думаю, что вторую позицию дом они сдадут где-то, наверное, в январе. Сейчас завершается строительство позиции 2, там еще порядка 146 граждан участников долевого строительства. Строительные работы будут завершены в декабре, сдача планируется в январе месяце. За время руководства организации мы не привлекли ни одного нового участника долевого строительства. Все финансирование производится за счет инвестиций коммерческого банка. За стройщикам выдвинули жесткие условия, наверстать упущенное. Проблему создали теперь, теперь мы будем вмешиваться, теперь мы будем тратить на все это время, понимаете, чтобы эту энергию, эти ресурсы направлять на другие цели. На планерке обсудили и грядущее утверждение тарифов на коммунальные услуги. Работа идет по плану, но пока не удается согласовать цены на утилизацию отходов. Не уточнены технические задания, не утверждены, инвестиционная составляющая сегодня городом не рассмотрена. Вот мы ждем, пока город согласует, данную проблему разрешит. Глава администрации Чебоксар подчеркнул, что в управлении отходами поменяли подход к тарифам. Перевод с одного куба на тонну по вывозу мусора, по нашей оценке, привлечет к росту платы граждан в 2-3 раза. Поэтому здесь нам нужно подойти очень взвешенно, аккуратно и максимально вникнуть в эту ситуацию. Мы все удорожания не можем переложить на население, это тоже практически, мы понимаем, это тоже правда по сути дела. Но с населением нужно работать, если мы хотим жить в чистоте, тем более тарифная составляющая в общих тарифах не такой большой процент. Самая главная позиция федерального центра такая, вот все машины сейчас ездят, да, мусор вывозят, люди им заплатили, мы с вами заплатили, перевозчикам мусора. Дальше задача стоит такая, чтобы эти перевозчики мусора привезли и плату получили уже на полигоне. Предварительные расчеты стоимости одного киловатта электричества уже готовы. 3 рубля и 11 копеек для горожан и 2 рубля 18 копеек для жителей села. Рост тарифов, отметил Михаил Игнатьев, не должен превышать уровень инфляции. Медриковалев, Ироссель Мухаммедов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова